это интервью дня я константин ганов здравствуйте роботы с элементами искусственного интеллекта уже сегодня успешно заменяют людей по целому ряду профессий каким рисуют будущее те кто создает умные машины гость нашей студии ведущий менеджер продукта по искусственному интеллекту и глава отдела бизнес-анализа компании пакс а и объединенные арабские эмираты ирина шабалина здравствуйте ирина здравствуйте ну говоря об искусственном интеллекте обычно вспоминают sky net и амбрелло да на самом деле все выглядит достаточно невинно и пока еще не так мощно как это рисуют писатели-фантасты где сегодня чаще всего используется искусственный интеллект сегодня я бы сказала что искусственный интеллект используется практически во всех сферах нашей жизни и зачастую мы этого не замечаем например наши смартфоны да мы можем разблокировать телефон при помощи отпечатка пальца наши фотографии группируются по персонам в аэропорту мы проходим паспортный контроль используя биометрию глаза и минуя всяческие очереди поэтому искусственный интеллект используется даже на бытовом уровне а на каком-то высоком уровне искусственный интеллект используется в достаточно интересных проектах как сфере образования так сфере сельского хозяйства медицины автономных транспортных средств и это можно продолжать а ваша компания чем занимается наша компания занимается преимущественно обработкой загрузкой анализом и визуализации больших данных здесь мы можем говорить о том что это могут быть коммерческие либо государственные клиенты и данные могут быть совершенно разными то есть к примеру если мы возьмем да какой-то фитнес-центр то сегодня большие данные есть у всех фитнес-центр если у него есть несколько различных офисов он записывает свои данные если мы хотим открыть новый офис где бы мы его открыли какие клиенты будут к нам приходить какие услуги будут они использовать на эти вопросы мы можем ответить проанализировав наши данные определенным образом то есть это вот один из наиболее простых примеров как мы можем применить искусственный интеллект но в этом случае искусственный интеллект это скорее из области статистики говоря искусственном интеллекте мы можем разделить его на три сферы что это такое все таки на три сферы то есть первое это обработка больших объемов информации с которыми трудно справиться обычному человеку чем больше данных а они теперь есть у всех эти данные большие тем сложнее их осмыслить и переварить в какой-то определённый промежуток времени. Второе — это помощь в принятии решений. И третье — это автономное принятие решений. То есть на мировом уровне сейчас мы находимся как раз на второй стадии. То есть искусственный интеллект помогает нам принимать решения, но мы ещё не готовы к тому, чтобы позволить ему принимать решения за нас. Ну да, чаще всего писатели-фантасты предлагают именно третий вариант, где роботы сами за нас принимают решения и захватывают власть. Но до этого, я так понимаю, нам ещё не скоро, да? До этого нам ещё не скоро. Это из области, скорее, философии искусственного интеллекта. Стоит понимать, что искусственный интеллект — это область компьютерной науки, очень тесно связанная с математикой, статистикой и теорией вероятности. И любая модель искусственного интеллекта создана человеком. Это алгоритм, написанный человеком. И искусственный интеллект работает так хорошо, как мы его написали, так хорошо, как мы натренировали модель. И зависит от того, какие данные у нас есть, насколько правильно подобран набор данных и насколько он правилен по размеру. То есть искусственный интеллект пока не существует в отрыве от человеческого интеллекта. Тем не менее, сейчас, как я сказал, в начале программы, очень много роботов, которые уже заменили человека. В основном речь идёт о каких-то однообразных операциях. Например, кассиры. Они уже не нужны. И вам тоже в Барнауле наверняка известны, не только в Барнауле, случаи, где какие-то профессии заменяются роботами. Можете перечислить? Роботы используются в супермаркетах. Также в аэропорте мы используем какие-то стойки, которые автоматически нас регистрируют, автоматически проверяют нашу личность. Роботы используются в МЧС при тушении пожаров, при разборе завалов, после землетрясений. Да, при поиске каких-то взрывных устройств. При поиске взрывных устройств. Там, где мы должны сэкономить на человеческом ресурсе, там, где это может быть опасно, там, где это может быть трудоёмко, там, где это может быть время и трудозатратно, мы используем роботов. Роботы используются на заводах. То есть многие заводы давно автоматизированы, и человеческий ресурс там используется в части инжиниринга и проектирования, но монотонная работа у нас уже выполняется роботами. Также в медицине. Медицина идёт к тому, чтобы какие-то операции которые могут быть более точно выполнены при помощи роботов, чтобы они выполнялись при помощи роботов. А что, по-вашему, может являться сдерживающим фактором в замене людей роботами? Сдерживающим фактором? Ну, помимо их цены. Да. То есть помимо цены мы, конечно, то есть когда мы говорим о искусственном интеллекте или машинном обучении, мы всегда взвешиваем два фактора. То есть насколько это выгодно с точки зрения замены человеческого ресурса, насколько это экономически выгодно, потому что хорошо тренированная модель — это всегда вычислительные ресурсы. Достаточно ли у нас их? Достаточно ли это дёшево использовать ресурс в соответствии с тем, что мы можем использовать, например, рабочую силу в каких-то регионах, где это будет более дёшево? Но сдерживающий фактор скорее не столько цена, сколько вероятность ошибки. Когда мы говорим о искусственном интеллекте, это никогда не точные данные. Это всегда вероятность ошибки. И мы должны быть готовы к тому, что то решение, которое нам предлагается, это решение с долей вероятности. Если это помощь в принятии решения, это легко осмыслить. Если это замена решения, это автономное принятие решения, то здесь цена становится достаточно высокой. Готовы ли мы к тому, что автономно движущийся автомобиль попадёт в аварию со смертельным исходом? Готовы ли мы к тому, что автоматическая медицинская диагностика примет неверное решение? И кто будет нести ответственность? за этот диагноз, либо готовы ли мы к тому, что наша безопасность будет обеспечиваться полным отсутствием нашей приватности личной жизни. То есть вот эти факторы являются сдерживающими. Отрасль развивается настолько быстро, что законодательная база старается поспеть, но мы всё ещё находимся в том положении, что мы догоняем технологии с помощью законодательной базы. Ну и законодательная база, и всё-таки, как вы правильно отметили сейчас, экономическая база. На некоторых предприятиях приходилось сталкиваться с таким мнением руководителя этих предприятий, что мне проще нанять четырёх шабашников, и они сделают ту же самую работу, которую сделает дорогущая машина, и которая ещё неизвестна, как себя будет вести у меня на предприятии. Я сам какое-то время работал на Алтаевагоне, где робот варил люки. Или, как мы их называли, люка от вагонов угольных. Ребята за этими роботами переваривали. То есть купить хорошую машину – это пока ещё дорого. Но, тем не менее, есть сферы, где и машины могут стать недорогими, вследствие того, что электроника становится всё дешевле и дешевле. О каких сферах может здесь идти речь? Медицина, наверное, да? Возможно, медицина, да. Также обработка больших объёмов информации. Колл-центры, то есть мы здесь говорим не о роботах в виде роботов, но мы здесь говорим о системе роботов, которая будет заменять человека. Это дёшево. И мы должны привыкнуть уже к тому, что мы можем разговаривать с роботом так же эффективно, как с живым человеком. То есть, как вы правильно сказали, дешевле и проще нанять четырёх человек, чем купить машину. И не только потому, что машина дорога, а потому что мы знаем, как управлять четырьмя людьми, но мы не знаем, как работать с машиной, дающей неверный результат. То есть, что мы здесь можем сделать как общество, это повышение грамотности общества в сфере искусственного интеллекта, а как бизнесы, как специалисты, и в том числе как общество, мы должны не лениться давать обратную связь. То есть, когда что-то не работает, оно не работает, потому что мы на этом уровне развития. Для того, чтобы оно начало работать лучше, мы должны использовать все технологии, что у нас есть, в том числе человеческий фактор, который будет коррелировать с моделью и который будет направлять эту модель определённым образом, для того, чтобы достичь результата, который нас будет устраивать. На ваш взгляд, сильно потеснит искусственный интеллект и его элементы обычных людей на рынке труда в ближайшие лет 10, например? Искусственный интеллект, конечно же, потеснит людей на рынке труда, но я бы не сказала, что это замена, либо это конкуренция. Конечно, мы какие-то вытесняем профессии, при этом мы привносим новые профессии. Глядя 5 лет назад, у нас не было такой профессии, как дата-сайентист, потому что у нас было не так много больших данных, и мы не знали, что с ними делать. А теперь у нас данные есть, нам нужно эти данные осмыслить, поэтому у нас появляются новые профессии. К тому же такие профессии, которые требуют монотонного труда на заводах, которые требуют тяжёлой работы с конечными пользователями, такие как какие-то операторы. Эти профессии будут заменены, и это хорошо, потому что люди смогут переквалифицироваться и найти что-то более интересное, возможно, что будет подходить им по намкам. Ну или пополнить 3D безработных. Тоже ведь такой вариант возможен. Да, такой вариант возможен, и эта проблема, я бы сказала, глобальная, потому что очень много различных отраслей, они уходят в прошлое. И не только благодаря искусственному интеллекту, а в целом благодаря темпу развития всех технологий в целом. Операторов паровых машин уже нет, это мы понимаем. Даже сейчас, если мы посмотрим на Москву, которая чуть-чуть быстрее развивается, чем регион, и мы видим, что люди отказываются от личных автомобилей, и они используют каршеринг, о чём даже 2 года назад те люди, которые владели автомобилями, они не могли и помыслить, они говорили, я хочу владеть транспортным средством. Теперь люди не хотят владеть, это быстрее и проще. То есть образ мышления меняется, и он за собой тянет новые профессии. То есть у нас ушли водители, но у нас пришли разработчики программных приложений, и у нас уже пришли люди, которые обеспечивают вот этот парк автомобилей для того, чтобы мы могли пользоваться. А на ваш взгляд, будут ли профессии, которые останутся ещё очень-очень долго, несмотря на развитие искусственного интеллекта? Ну, понятно, библиотекарь его заменит, но сантехникой заменить невозможно, потому что при помощи ключа и такой-то бабушки какие-то вещи сделать можно только так и никак иначе. Конечно, сантехник — это отличный пример. Я думаю, что останутся профессии в сфере искусства, потому что то, что мы даём искусственному интеллекту как базу для обучения, — это искусство, созданное человеком. То, что может воспроизвести искусственный интеллект, это на том, что мы уже делали. Для того, чтобы произвести что-то новое, быть креативным, нам всё ещё нужен человеческий мозг, который мы не знаем в точности, как работает. Второе, что у нас останется, я думаю, верю и хочу, чтобы это осталось, — это профессии на стыке технологий. То есть раньше нам было важно углубляться в знания, обладать наукоёмкими знаниями. Сейчас это может сделать машина. Но привести эти знания в какой-то продукт, в единую систему, уметь двигаться по поверхности и связывать элементы, которые нам кажутся несвязанными, — это всё-таки человек пока. Большое спасибо, Ирина, что нашли время к нам прийти. Спасибо за интересную беседу. Всего вам доброго. А зрителям напомню, о будущем искусственного интеллекта рассказывала ведущий менеджер продукта по искусственному интеллекту и глава отдела бизнес-анализа компании PAX AI Объединённые Арабские Эмираты Ирина Шабалина. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова